Будущих айтишников в крае скоро начнут обучать специалисты мирового уровня. Сегодня в Барнауле подписали важное соглашение о сотрудничестве Министерства цифрового развития и связи, Министерства образования и науки нашего региона с постгресс-профессиональной компанией мирового уровня. Это значит, скоро в краевой столице начнут читать специальные айти-курсы, а преподавать будут в том числе специалисты компаний. Мы будем студентов учить не просто теоретическим основам, но и надеемся с краем вместе сотрудничать для решения практических задач края. С навыками, которым обучат алтайских студентов, вес наших айти-специалистов резко вырастет. И на запад, и на восток, но и можно смотреть и на юг тоже. У нас и соседние регионы, и Казахстан, и Азия идет. И в принципе мы здесь тоже можем выступать именно вот такой вот линии техподдержки. Подписание прошло в рамках 13-го алтайского айти-форума. В его программе вебинары, экспертные дискуссии, круглые столы, а также награждение победителей конкурса «Лучшие проекты информатизации на Алтае». Один из лидеров этого года – Евгения Хромова. Ее компания создала сервис для телемедицины, работает по типу мессенджера. Изобретение меньше года, но его уже подключили несколько государственных и частных поликлиник Барнаула. Прежде скептические настроения ушли, когда пришел коронавирус. Даже более возрастные врачи готовы были учиться, хотя для них действительно это тяжело было разбираться, куда что нажимать. И тех, кто хочет улучшать жизнь алтайских жителей с помощью новых технологий, с каждым годом все больше. Сегодня на IT-специальности только в колледже Алтайского края в этом году 16 человек на место. А с новыми курсами IT-профессионалов верят в ведомстве. Молодежь не только выйдет на большой рынок, но и перестанет покидать регион. Ведь для этой работы не столь важно место жительства, сколько компетенции. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. День с толком.